Как правильно прививать детям веру? Ну так уж, так чтоб прям вот точечно и комплексно и глубоко и безапелляционно я вам не могу сказать Ольга, справа Почему не могу? Потому что есть два таких генеральных что ли направления в области ответа на этот вопрос Некоторые говорят, например, вот Паисий Святогорец у меня вот тут по случаю Акафист ему есть такой преподобный Паисий Агиорит Он говорит, не говорите детям о Боге говорите Богу о детях Это вообще такое афористичное выражение ну и в устах святого человека оно, наверное, как бы избыточно комплексное, полное Вот все, как бы ответ тебе, да? То есть говори с Богом о детях а детям о Боге как бы поменьше говори Но я знаю, что это не всегда работает Где-то там я читал про кого-то преподобного который, для которого самым ярким воспоминанием таким наставлением веры был образ молящейся матери Вот он там ложится на лавку спать в крестьянской хате там или на печку ее пустил значит, и вот он смотрит, как лампада горит мама на коленях вот эта вот мама, поклоны, которая кладет, молится Богу как она там умеет, эта святая крестьянка значит, это было у него на сетчатке там, от сетчатки где-то там в мозгу и он этим жил всю жизнь, как бы, значит но я знаю, что не всегда это вот у него сработало, у кого-то еще сработало у кого-то не работает напротив, я знаю, что именно вот многие люди узнали веру именно о том, что им рассказывали рассказывали брали с ними там книжку, читали объясняли человек ведь развивает что? беседа книга и путешествия ну это, как бы сказать, откровение нового времени при помощи чего? учится человек его кругозор расширяется он встречается с разными людьми он постигает новые какие-то грани бытия это книга путешествия и беседа с тем, кто умнее тебя то есть нужны собеседники это не обязательно отец и мать как пишет Иосиф Мандельштам свое родство и ближнее соседство мы презирать заведомо вольны кажется там это я получил прекрасное наследство чужих певцов какие-то там восторженные сны свое родство и ближнее соседство мы презирать заведомо вольны ну папа это тот, кто на меня ругался мама там это та значит святая истеричка которая ругается на папу когда он приходит выпивший до мать там короче датели родители это датели и винители и они не всегда являются авторитетом в области веры но нужен тут и другой какой-то значит там крестный папа там не знаю священник учитель в школе сосед друг семьи который имеет авторитет в глазах этого человека да то есть рассказывать надо я знаю что многие вообще узнали о господи и загорелся в них этот огонек веры именно от встречи с по-настоящему верующим человеком это может быть в армии это может быть в купе поезда где твой случайный попутчик поговорил с тобой в течение там дороги и ты вышел с того поезда совершенно другим человеком как бы и все твоя жизнь поменялась ты пошел уже в нужную сторону поэтому здесь нету исчерпывающего ответа однозначно верующие должны быть родители но если родитель например верует как-то так что вот он отталкивает или раздражает своих детей ведь часто бывает так что родитель верующий а дети там скажем на него смотреть даже не хотят как бы он их раздражает всем раздражает и когда постится раздражает и когда одевается скромно раздражает и когда молится раздражает короче ну и что вот тут не работает значит здесь этот элемент такой значит он вроде все делает как бы правильно а они не хотят брать с него пример только раздражаются короче здесь нет такого исчерпывающего ответа потому что вопрос заключается не в том чтобы мы имели в руках стопроцентную методичку да то есть стопроцентную методичку правильных поступков. Такой нет методички. Вопрос в том, что каждый из наших детей, он как-то вот реально уникален. И кому-нибудь не нужно много рассказывать, ему только раз скажем, он все поймет. А кому-нибудь надо на башке кол тесать, понимаете, и он все равно не поймет. То есть они разные. Почему-то вот у этого ребенка, там, скажем, вот он заболел однажды, лег в больничку на недельку, с недельки и понял, что его жизнь в руках Божьих. И что он в этом мире очень мало значит. Что надо молиться Богу. Он как-то сразу все понял. Страхом научился. А другой, как бы, его, не знаю, хоть в мясорубке прокрути, он так ничего не поймет. Один книжку прочел, какой-нибудь там Диккенса, условно говоря, условного Диккенса, или условного там Достоевского. И все, ему все ясно. А другой, хоть ты зачитай себе книжек, он, во-первых, читать их не будет, а во-вторых, ничего не поймет, если прочитает. Поэтому, поскольку люди разные, у нас нет такой методички научения людей в вере. Кого-то бабушка привела, была святая бабушка в семье, добрая, набожная женщина, которая умела подбирать слова и правильными словами внучека наставила. У кого-то друзья привели, у кого-то беда привела, у кого-то книжка привела, у кого-то что-то еще привело. Надо пробовать. Вот это единственное, что я вам могу сказать. Надо пробовать. Надо не оставлять надежды на то, что твое упертое, спесивое дитё, уже взрослое дитё, возомнившее, что оно уже само всё знает, каким-то образом, так или иначе, через благие события, или через горькие события, через какую-то внутреннюю работу, поймёт, что Господь – это Альфа и Омега, начало и конец, что всё от Него, им и к Нему. Как это произойдёт, у кого, и когда, и как это мы, вообще не имеем об этом достоверной информации. Мы только имеем надежду, что так будет у каждого человека, чтобы жизнь не была бессмысленной, что так будет у каждого человека. Мы имеем надежду. Вот и всё, что я вам скажу. Вообще детей нужно развивать, потому что вера Божья, она удобно себя чувствует в расцветшей личности. Вот здесь я, пожалуй, вам скажу, вот это, мне кажется, очень важно. То есть личность должна расцвести. Человек должен познать себя в какую-то меру, познать свои способности и таланты, раскрыть свои возможности личностные. И вот эта расцветшая, раскрывшаяся, как бутон, развернувшаяся душа, она более способна к принятию веры, чем человек, так сказать, неразвитый или недоразвитый. Поэтому надо вкладывать всё-таки старания в то, чтобы человек развивался. В нём надо, конечно, и поддетать человеколюбие, пытливость, любопытство. Вот спорт зачем нужен? Чтобы испытать себя, чтобы узнать жизнь с разных сторон. Этому нужны книги, кружки всякие, те же самые пути. Вот нужно развиваться. Я вот смотрю, например, на некоторых, они вообще, например, ни одной книги не прочли за всю свою жизнь. И разговаривают только матом. Они даже не ругаются матом, они просто им разговаривают. То есть как бы у них бесовский язык, это единственный язык, которым они могут общаться. Я понимаю, что там о вере вообще не с кем говорить. Это какие-то такие люди, какие-то пещерного образца, какого-то такого палеолита какого-то, каким-то образом оказавшиеся здесь сегодня. Они не развитые, понимаете? Никто не пытался их развить, ни родители, ни школа, ни общество. И они сами как бы не хотят этого делать. Поэтому они в каком-то таком... Понимаете, что... То есть вера удобно поселяется в расцветшую душу. А вот скукоженная душа такого, недоразвитая, ну, можно я такое скажу, как недоношенный ребёнок, знаете? То есть доношенный плод и родившийся здоровый ребёнок. А есть недоношенный ребёнок. И вот, соответственно, по аналогии можно представить себе, что есть такие души, какие-то такие вот неразвитые, нераскрывшиеся. Это очень важно. Всё-таки вера должна жить в душе ну, такого развитого человека. Это слишком дорогой подарок, чтобы её неандертальцу подарить. Он просто ничего не поймёт, потому что он неандерталец. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова